Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате, который является поистине уникальным состязанием. Только здесь количество скандалов уже давно превышает количество, собственно, футбольных матчей. И вот, пожалуйста, на ровном месте появилась очередная конфликтная ситуация. На этот раз вокруг встречи Воронежского факела и Московского Спартака. Ну, я думаю, вы в курсе. Появилось сообщение о том, что болельщиков красно-белых не будут пускать на стадион со спартаковской футбольной атрибутикой. С шарфиками, или, как их принято называть, с розами, с разными, там, не знаю, маечками, футболочками красно-белыми и так далее. Ну, знаете, для продолжения вот этого маразма нужно было вообще запретить красно-белые цвета на стадионе. И таким образом, в принципе, можно даже в футболке сборной России прийти на стадион, и тебя все равно не пустят. Но, слава богу, здесь быстро все разрешилось. Конфликт очень быстро урегулировали усилиями российской премьер-лиги. Здесь даже президенту РПЛ Алаеву пришлось впоригаться. И за пару-тройку часов весь вопрос был так или иначе решен. Ну, хотелось бы отметить, что сама по себе ситуация, конечно, забавная. И мне кажется, только у нас могут возникать такие маразматические идеи. Не пускать болельщиков с атрибутикой. Ну, давайте попытаемся разобраться, что тут произошло и как мы дошли до жизни такой. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрейбет. Для справедливости хотелось бы отметить, что все здесь началось с подачи Спартака. Именно они запустили цепочку событий, которая в итоге привела к этому конфликту. Однако здесь никакого злого умысла у спартаковцев не было, даже напротив. Есть ощущение, что они специально сделали реверанс в сторону воронежских футбольных болельщиков. Потому что, я напомню, красно-белые отказались от своей выездной трибуны по понятным причинам. Спартаковские фанаты, спартаковские такие, знаете, хардкорные болельщики, ультрас, ну, называйте их как хотите, они сейчас бойкотируют матчи из-за введения системы фан-айди. И в результате получается ситуация, что вот эта выездная группа спартаковских болельщиков, она резко сократилась. И занимать целый выездной сектор в этих условиях не совсем логично. То есть, формально Спартак мог затребовать себе этот самый выездной сектор, но это сильно ограничило бы местных фанатов. Потому что пришлось бы огораживать этот сектор, туда бы пришло не так много фанатов, он бы не заполнился, а вокруг были бы пустые места, то здесь ситуация была бы не самая приятная. Все-таки матч значимый, Воронь же хотят попасть на стадион, там какие-то несусветные огромные очереди вокруг арены. И если бы сейчас еще и сократили количество билетов на несколько тысяч из-за выездного сектора и вот этой зоны отчуждения вокруг него, тогда проблем было бы еще больше с этими самыми входными билетами. Они и так возникли, посмотрите, сколько там требуют перекупщики. Вот эти недоделанные мамкины капиталисты, которые закупились билетами и теперь загоняют их за сумасшедшие бабки. Поэтому здесь, по сути, Спартак, понимая ситуацию в своем коллективе и со своими фанатами, решил немножко пойти на уступки в сторону Воронежского факела. А вот там, там как-то это не оценили и в результате ответили вот подобным образом. Объявили, что, дескать, на стадион не будут пускать в спартаковской атрибутике. И вы знаете, все бы ничего, но там еще и сделали ссылочку на регламент. Дескать, все в соответствии с законами, нормами и в соответствии с регламентом РПЛ. То есть они тут еще и российскую премьер-лигу немножко подставили. Возможно, поэтому вопрос решился очень быстро, потому что Спартак начал жаловаться, заявлять протесты. Вся эта ситуация быстро дошла до Алаева, до президента РПЛ, который прямо сообщил, что в регламенте такой херни нет. И тут уже пришлось факелу сдавать назад, идти на попятную, переобуваться и сообщать о том, что мы не совсем правильно выразились. Дескать, запретят посещать стадион со средствами активного боления или активной поддержки, то есть с флагами, баннерами и так далее, а не с атрибутикой, потому что атрибутика – это личные вещи, их можно проносить на стадион. И вы знаете, может быть, это действительно была какая-то техническая помарка, ошибка и так далее, но в любом случае это очень некрасиво со стороны Воронежского факела, на мой взгляд, потому что вся ситуация вырисовывается очень неприятная. Факел – это клуб, который вообще мог не попасть в высшую лигу из-за организационных проблем на своем стадионе. И тогда, я напомню, почти все блогеры и журналисты впрягались за факел, что команду нужно пустить, Воронеж – футбольный город, они заслужили, не надо наказывать коллектив за какие-то проблемы на стадионе и так далее. И вот, пожалуйста, факел допускают с достаточно серьезными спорами, скандалами и так далее, но допускают. И вот тут начинаются вот такие фортили. Тем более, такие фортили по отношению к команде, которая, в общем-то, пошла навстречу воронежским болельщикам, отказавшись от своей выездной квоты, от выездной квоты на данную встречу. Ну, то есть, выглядит все некрасиво. А тут, сами понимаете, еще и многие могут найти теорию заговора, что это бывший работник Спартака Романа Схабадзе, который сейчас является генеральным директором факела, что это он так отомстил своему бывшему коллективу. Так что тут подставили буквально всех, начиная от команды, собственно, футбольной, которой сейчас может быть определенный негатив из-за этой ситуации, заканчивая Схабадзе, РПЛ с их регламентом и всех остальных. В общем, знаете, тут нужно разбираться. И нужно разбираться, кто накосячил, видимо, из медиаслужбы. Кстати, тут мне хотелось бы вновь поднять вопрос о том, какие замечательные медийщики работают в наших футбольных коллективах. Потому что в последнее время разные скандалы, связанные с ними, возникают то там, то тут. Вспомните легендарных уже медийщиков Локомотива, когда весь фактически пресс-центр клуба уволили из-за матерных футболок. Вспомните Куку, блядь, насчет Кукуяна в официальном твиттере Уфы. Ну и вот, посмотрите, пожалуйста, теперь здесь. Взяли, да и перепутали нормы регламента. Из-за этого на ровном месте возник скандал. Из-за одного обращения, официального обращения футбольного клуба «Факел». Вот где там профессионализм, где там, знаете, какая-то нормальная хотя бы работа. Для меня все это один сплошной ужас. То, что творится в медиасфере вокруг российского футбола и российского чемпионата. И что самое смешное, всех этих замечательных пиарщиков, медийщиков, СММщиков, их увольняют в одной команде, а потом берут в другую. Я напомню, что вот все те люди из пиар-отдела «Локомотива» с матерными футболками, уволенные, они уже нашли себе пристанище в другом московском коллективе. Наверное, там тоже ждут, когда они влипнут в какой-нибудь скандал. И так далее. В общем, мне кажется, что это какой-то один сплошной бред. И то, что у нас футбольные клубы не могут нормально набрать себе хотя бы, вот я не знаю, СММщиков, медийщиков, там, журналистов, еще кого-то, это как бы уже говорит о многом. К сожалению, наши футбольные команды вообще не запариваются этими вопросами, вообще не хотят развивать там свои соцсети, свои сайты и так далее. А потом удивляются, почему молодежь любит смотреть, условно говоря, вот этот недоделанный медиафутбол с самкалами и тудроцами. Потому что они хорошую обертку делают, а у вас обертка сделана, как, я не знаю, фольга с говном. И в результате получаются и скандалы, и непонятные ситуации, и все остальное. Ну и поэтому, если искать в этой истории хоть какой-то позитив, это то, что Спартак, по всей видимости, все-таки пытается отойти от старой вот этой стилистики. Когда любой инфоповод негативный превращается в скандал на несколько дней, а то и недель. Просто вспомните, что было раньше. Любая ситуация, все, сразу опубликуется какая-нибудь там фигня на официальных ресурсах, опубликуется заявление Заремы Салиховой в соцсетях, появляются какие-нибудь эксперты, которые кричат про вселенский заговор и так далее. Начинается раскрутка скандала, и она тянется несколько дней подряд, а то и несколько недель. А вот здесь, казалось бы, хорошая тема для того, чтобы снова повозмущаться. Но так как Заремы и всяких остальных, видимо, уже нет вокруг Спартака, и они не имеют нужных функций, вот, пожалуйста, быстро и оперативно все решили. Несколько часов поговорили с Воронежем, поговорили с Салаевым, все, вопрос закрыт. По-моему, это как раз позитивный признак того, что Спартак после ухода небезызвестных персонажей пытается меняться в лучшую сторону и пытается не раздувать скандалы, а напротив, максимально быстро их закрывать и купировать. Ну, а касательно футбольного матча, будем надеяться, что это будет праздник футбола в первую очередь. И хотелось бы отметить, что Спартак там точно не останется без болельщиков. Мне вообще кажется, что Спартак, ну, скажем так, во многом и отказался от своей выездной квоты, потому что понимал, что в Воронеже очень много местных болеет за красно-белый клуб, поэтому без поддержки команда не останется. Хотя формально сейчас, с юридической точки зрения, считается, типа, что фанатов Спартака вообще не будет на трибунах. Но они будут, и посмотрим еще какой цвет будет более активно присутствовать на трибунах.